Привет, ребята! Сегодня я хочу вам прочитать очень интересный рассказ, который называется «Ёж». Раз я шёл по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа, он тоже заметил меня, свернулся и затукал. Тук-тук-тук-тук! Очень похоже было, как если бы вдали шёл автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога. Он страшно фыркнул и подал своими иголками в сапог. «А, ты так со мной!» – сказал я, и кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понёс домой. Мышей у меня было много. Я слышал, ёжик их ловит и решил, пусть он живёт у меня и ловит мышей. Так положил я этот колючий комочек посреди пола и сел писать. А сам уголком глаза всё смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно. Как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти сюда и выбрал себе наконец место под кроватью. И там совершенно затих. Когда стемнело, я зажёг лампу. И здравствуйте, ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что эта луна взошла в лесу. При луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу. И луна, и облака, а ноги мои были, как стволы деревьев. И, наверное, очень нравились ежу. Он так и шнырял между ними, понюхивая и почёсывая иголками задник у моих сапог. Прочитав газету, я уронил её на пол, перешёл в кровать и уснул. Сплю я всегда очень чутко. Слышу какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажёг свечку. И только заметил, как ёж мельтнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечку. И сам не сплю, раздумывая, зачем это ёжику газета понадобилась. Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете завертелся возле неё, шумел-шумел и, наконец, ухитрился. Надел себе как-то на колючке уголок газеты и потащил её огромную в угол. Тут я понял его. Газета ему была, как в лесу сухая листва. Он тащил её себе для гнезда. И оказалось, правда, в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из неё настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу, луну. Я подпустил облака и спрашиваю, что тебе ещё надо? Ёжик не испугался. Пить не хочешь? Я встал, ёжик не бежит. Взял я тарелку, поставил на пол, принёс ведро с водой. И то налью воды на тарелку, то опять вылью в ведро. И так шумлю, будто это ручеёк поплёскивает. Ну, иди, иди, говорю, видишь? Я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода. Смотрю, будто двинулся вперёд. Я тоже немного подвинул к нему своё озеро. Он двинется, и я двинул. Да так и сошлись. Пей, говорю окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провёл, будто погладил. И всё приговариваю. Хороший ты, малый, хороший. Напился ёж, я говорю, давай спать. Лёг и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу, опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу. И что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там, и за другим бежит в уголок. А в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся и опять бежит. На колючках другое яблоко тащит в гнездо. Так вот и устроился у меня ёжик. А сейчас я, как чай дать, непременно его к себе на стол. И то молока ему налью на блюдечко, выпьет, то булочки дам, съест. Вот такая, ребятки, история про ёжика. Понравилось вам? Здорово! Тогда не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. А я с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok